Меня зовут Зоя Владимировна Байеркеева. Я по образованию клинический психолог, работаю заведующей отделением медико-психологической помощи Владивостокской поликлиники номер 3. Прежде всего, самое основное правило, если вы решаетесь помогать кому-либо, это убедитесь в том, что вы сами себе помогли. То есть для того, чтобы помогать кому-то, успокойте себя. В экстремальной ситуации самая первая наша реакция, это вот такая первая стадия витальных наших функций. И в эти секунды она длится буквально максимум до 15 минут. И в эти секунды человек прежде всего думает о собственном спасении. А на этой стадии, вот это самое первое наше, даже родитель может забыть о ребенке своем. То есть под воздействием собственного инстинкта самосохранения. Потом, когда эта стадия проходит, она кратковременная. Люди возвращаются. То есть, ну вот, примеры часто приводят там с пожарами. И психологи МЧС говорят, что да, бывает, взрослые выбегают, даже выпрыгивают из окон. И только потом, когда уже прошел этот накал эмоций, что называется, свежего воздуха вздохнул, понимает, что у него там остались близкие, возвращаются дальше уже спасать. Дальше идет стадия как раз спасения. Особенно она характерна для мужчин, для родителей. Им нужно спасать своих близких. То есть такая психофизиологическая мобилизация дальше идет стадия после этой первичной витальных реакций. Ступор – это тоже естественная реакция. Одна из возможных реакций. Опасен он тем, что это такое запредельное состояние. То есть человек не видит никаких там внешних раздражителей. То есть он не реагирует. Это может быть опасно для того, что если вдруг начнется там воспламенение или холод. Здесь, если видим в окружении человека в таком состоянии, который вот сидит, смотрит в одну точку, никак не реагирует, конечно, им желательно помочь. Будьте рядом, поближе. Можно говорить короткие фразы на ухо, тихим, спокойным голосом. Ну, такие очень короткие. Если человек находится рядом с вами и, условно говоря, то есть ситуация на тот текущий момент безопасная, то есть там нет горения, нет задымления, нет затопления, и вы знаете, что сейчас приедут специалисты, то, конечно, лучше подождать приезда специалистов. Просто быть рядом, не трогать, не тормошить, если вы не знаете, как, да, и не знаете, что конкретность человека. Потому что это же может быть еще, может быть последствием не столько психической, а физической травмы. То есть тупор – это та реакция, которая позволяет человеку совладать с этой экстремальной ситуацией. Если мы проводим параллель с стилем отношения к учебе, к учебной деятельности, то здесь, смотрите, очень часто отличниками становятся. Ну, для чего? Для того, чтобы быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком, да, для родителей. А не потому, что мне интересен этот предмет, и я хочу его изучать. Ну, то есть это уже говорит об определенном достаточно высокой тревоге. И, как правило, то есть тревожные люди. Тревожные. Есть большой плюс – они ответственные, но они все равно тревожатся. Для них очень важна внешняя оценка. Да, вот этот здоровый пофигизм троечника, он бывает действительно на страже здоровой психики. Потому что человек понимает те вещи, которые для него лично важны. И помимо обучения, он еще успевает выстроить хорошие взаимоотношения. Он умеет распоряжаться своим временем, что, собственно, тоже очень хороший навык для повышения стрессоустойчивости – тайм-менеджмент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова